Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Черепашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня со стами от подписчиков и по традиции вначале прокачаем героя. И первым написал и попросил, чтобы я прокачал Донни Ведения, это подписчик с ником Адам Икс. Итак, вот наш Донни, довольно-таки круто, неплохо выглядит, но как видите, не все я могу прокачать. Не хватает особых платиновых ингредиентов, которых мы можем добыть только в испытании для финальной его прокачки. Что ж, иду, друзья, дальше. Итак, следующая просьба от подписчика, это Леон Хамелеон попросил, чтобы я прокачал спинтера. Итак, друзья, опять же та же проблемка. Вот четыре способности спинтера на максимуме, для финальной шестой пассивки не хватает платиновых ингредиентов. Что ж, иду дальше. Итак, следующая подписчица Лина Потомская попросила, чтобы я прокачал Макмена. А вот Макмена с удовольствием прокачаю, причем есть возможность прокачать его до максимальной ступени. Вот, кстати, когда нажать на него, делает такой трюк. Ну, давайте-ка, друзья, я начну с прокачки менее прокачанных способностей. Итак, послушай, Джо, это пассивка, мне удается ее поднять до пятой ступени. Кроме того, друзья, прокачаю массовую атаку мусорный выхарь. Вот, супер. Итак, удалось ее прокачать до шестой ступени. Кроме того, вот Таптун, вот самая первая способность и атака Макмена мы прокачиваем до седьмой максимальной ступени. Ну что ж, друзья, что сумел, то сделал. Ну а сейчас давайте-ка отправимся в битву со стами от подписчиков. Итак, давайте-ка посмотрим, где здесь самый сильный состав и отправимся в битву. Итак, друзья, первым написал и оставил в свой состав подписчик с ником Феликс Маланчев. Он попросил, чтобы я взял Рафа из космоса. Давайте-ка я его сразу же найду. Итак, Раф из космоса, ты нам нужен в этой битве. Отлично. В север Монтес, кстати, где-то он мелькнул. Сейчас я его найду. В север, в север, где же ты? Есть. Крови того, нужен Астрозуб, Биба Бисфильма и Лео Регинальный. Астрозуб, Астрозуб. Где же ты? Так, Саблезуба я вижу. Где-то здесь должен быть и Астрозуб. Где-то он спрятался, но мы его вычислили. Отлично. Итак, Биба из фильма и Лео Регинальный. Насколько я помню, ага, вот Биба, кстати, из фильма, а Лео Регинальный находится в самом конце. Вот Раф Регинальный и Лео Регинальный. Супер. Ну что ж, команда от Феликса Маланчева сформирована, и мы идем с вами в битву. И, конечно, первым делом я постараюсь выбить Голубя Пита. Для этого Лео Регинальный в прыжке бьет катаной. Мощный колющий удар, и Голубь Пит выживает. Что ж, не просто справиться с этим врагом. Но, надеюсь, при помощи космической черепашки, вот, Раф космический поджарит и уничтожит противника. Мощная огненная атака и победа. Отлично. Нам удалось выбить вражеского лекаря. Теперь враги не смогут подлечиваться. Кроме того, благодаря особой технике боевого танца КПР, нам удается вложить негативные эффекты на вражеский отряд. Уменьшение защиты и уменьшение точности. Это, кстати, здорово радует. А теперь интересная битва. Биба пытается расплющить вражеского сплинтера. Мощная атака. Удар локтем, но сплинтер выживает. Даже несмотря на то, что его броня просела. Вот, вражеский мики оригинальный атакует. И что же? Вот, досталось нашему Рафу, но он неплохо держит удары. И я думаю, друзья, надо добивать сплинтера. Итак, мощнейший удар кулаком сверху. И острозуб расплющивает и выбивает врага. Вот, пытается что-то сделать и рок-стади кролик. А рок-стади мультяшный поджаривает наш отряд при помощи огнемета. Итак, надо оттянуть внимание на себя. И Лео оригинальный, разрезая экран, выпрыгивает из него, привлекая внимание к себе. Ну, а я продолжаю битву. Итак, давайте-ка выбьем врага посильнее. И мне кажется, это рок-стади мультяшный. Итак, особый удар к Рогнарда, любимого героя из сериала Рафа Космического. Он наносит мощнейший удар Саи и с первого удара уничтожает противника. Кстати, это было круто. Это было круто. Дальше попробуем запинать рок-стади кролика. Север наносит мощные удары, но рок-стади неплохо держит удар. Что ж, добиваем противника. И Бибоб ударом ножей наносит мощный удар, побеждая врага. Здорово. Вот, тем не менее, оригинальный Микки выживает, в свою очередь метает бомбу. Пытается подорвать наш отряд. Вот, его пытается напугать Острозуб, лает. Кстати, налаживает на него неплохой негативный эффект, уменьшение атаки. Вот, а Лео рубит Игран на части и забрасывает осколками врага. Кстати, крут. Крут ли оригинальный, это без вопроса. Раф пытается закончить бой, стреляя из своего бластера. И что же, и это победа. Ну что ж, бой получился классный. Благодарю подписчика за этот состав. И мы переходим к следующим. Кстати, давайте-ка посмотрим, куда мы с вами попадем. А мы продвигаемся по турнирной лестнице и попадаем в максимальную лигу. Лига мастеров на третьей звездочке, где играют самые сильные бойцы. Что ж, вперед битву и следующая команда от Адама Икс. Вот, он попросил состав праздник героев. Итак, Лео мультяшный, слэш, Мандагека, Раф мультяшный, Дони Космос. Ну, давайте-ка я попробую как-то это все собрать. Итак, Раф, Лео, отлично. Где-то был слэш, Мандагека и Дони Космос. Ага, ну, давайте-ка, вот Мандагека, ищем слэша и интересно, где же Дони Космический. По-моему, в самом конце. Где-то так, насколько я помню, Дони Космический должен быть. Нет, друзья, это Дони из фильма. Вот, немножко я запутался, сейчас мы его найдем. Итак, Дони, Дони, Дони. Дони из фильма, где же ты? И Космический, прошу прощения. Итак, ну, как-то так. Что ж, команда сформирована, напоминаю, команда от подписчика Адам Икс. Вот, причем, друзья, сейчас будем выбивать вразерского хиллера, лекаря, Дони Ролевика. Кстати, очень крутой герой. И ударом языка Мандагека пытается выбить противника. Вот, оглушен Дони Ролевик. И, я думаю, Лео должен его добить ударом катаны. Да, да, хороший удар. Вот, враг уничтожен, и дальше мы будем уничтожать противника посильнее. Им является Стиранка. И Слэш просто напрыгивает и давит его своим весом. Ничего себе, Стиранка выдержал эту атаку, но ненадолго. Дони Космический использует бластер, который умонтирован в его костюм. Вот, лазерным лучом прожаривает и уничтожает противника. Супер. Вот, тем временем, Раф прокачивает атаку. Благодаря своей ярости у нас появляется вот такой вот положительный эффект. Супер. Теперь наши герои смогут наносить дополнительный урон. Тем не менее, Бибап классически стреляет и оглушает. Вот, Слэш на один ход. Продолжаются вражеские атаки. Досталось и Рафу. Но, контратакуя, Раф наносит неплохой урон. Тем временем, Мадагека усиливает наш отряд. Играет на скидке. Вот, у нас появляется опять же дополнительный положительный эффект. Баф. Это увеличение скорости. Кроме того, благодаря медитации Лео, я усиливаю и подлечиваю наш отряд. Итак, отряд восстановлен и нам только осталось расплющить врагов, сбросив на их головы огромный метеор. Это делает Донни Космический при помощи своего шеста. Мощная атака, взрыв. Вот, выживает часть врагов, но я думаю ненадолго. Итак, тем временем, Раф вызывает их на бой. Вот, выходите. Вот, Бибап пытается нанести вред Рафу, но контратакуя Раф побеждает врага. Итак, Доктор Роквелл пинает. Ну и опять же, Раф заканчивает этот бой контратакой. Ну, просто супер. Что ж, хорошая битва, хороший бой, хороший состав от подписчика. И мы идем с вами дальше. Итак, давайте-ка посмотрим. Вот, друзья, следующий состав. Подбираю врага посильнее. И пусть это будет самая первая команда. Итак, Леон Хамелеон. Да, это, кстати, он попросил за прокачку сплинтера. А вот его составы. Лео Космакс, Бастер Муха, Раф Классический, Донни Ведения и Супер Шреддер. Кстати, прикольный состав. Прикольный состав. Итак, Бастера Муху я сразу уже нашел. Где наш Лео Космический? Вот он. Раф Классический. По-моему, я его пропустил. Да, вот он. Осталось найти Донни Ведения. Так, вот он. Донни Ведения. И Супер Шреддер. Супер Шреддер в самом конце. Так, Супер, Супер Шреддер. Где же ты? Ты нам нужен для этой битвы. Выползай. Итак, спрятался довольно-таки неплохо Супер Шреддер. Но я его нашел. И мы начинаем очередную битву. Итак, интересный бой. Сейчас посмотрим, что из этого получится. И да, вот причем прикольный у нас лекари. У врага Морозная Кошка. Ну, а нас Бастер Муха. И Бастер Муха пытается справиться с вражеским лекарем Морозной Кошкой. Китает кислоту. Оглушает, кстати, урон какой-то вообще прошел. Очень слабый. Но я не стану рисковать. И давайте-ка благодаря образу Капитана Арьяна пусть Лео Космический прокачает дополнительную защиту. Супер. Кроме того, прокачаем исцеление. Особая техника Супер Шреддера. Вот благодаря мутагену в его мутировавшей сердце у нас появляются вот такие вот положительные эффекты. Супер. Ну, а тем временем враг пошел в атаку. Микки Классический атакует Рафа. А Раф, в свою очередь, метает канализационный люк. И мне кажется, он должен снести Морозную Кошку. Мощный удар, но Морозная Кошка выживает. Что ж, опять же, ненадолго. Донни Вигини выбивает каменную глыбу. Вот. Атакует. Перенаправляет ее головой. И все-таки выбивает Морозную Кошку. Тем временем враги продолжают контратаковать. Ой-ой-ой. Итак, досталось Супер Шреддеру. Вот здорово сработала взрывчатка Донни Мультяшного. Вот враг не сдается. Кроме того, классический Микки прокачивает еще дополнительную атаку. И забрасывает наших героев сюрикенами. Вот. Удалось врагам поцарапать наш отряд. Но это ничего не значит. Благодаря Бакстру Мухе я восстанавливаю силы и здоровье. А вот уже Лео Космический стреляет из бластера. Пытаясь уничтожить классического Микки. Причем зеленый треугольник. Урон повышен. Вот наделся на большее. Но пока как-то так. Что ж, надо добить противника. И Супер Шреддер метая Косины Кунаи побеждает врага. Супер. Что ж, надо подкрепиться, набраться сил. Для этого Раф классический. Достает пиццу с кетчупом, вот с колбасой, шампионами. Угощает друзей. Усиливает наш отряд. И это здорово. Итак, продолжаем битву. Вот давайте-ка, кроме того, еще прокачают дополнительную атаку. Для этого Донни Ведения рубит фигурку Тигриного Когтя. А Лео космически призывает корабль фигитоида. Массовой атакой из орбиты он забрасывает врагов бомбами. Наносит неплохой урон. Но, как видите, враги выживают. И в свою очередь, уже Макмен, используя массовую атаку, атакует нас мусором. Вот. Ну а я не дам Бакстеру Мухе, Бакстеру Стокману, атаковать, уничтожив наш отряд. Итак, Бакстер Муха пытается его заплевать. Вот есть. Бакстер Стокман уничтожен, а Супер Шреддер наносит урон Супер Клинками, вонзая шипы в землю, вот с шипами из-под земли уничтожает врагов. Ну, как-то так. Что ж, бой получился классный, прикольный, классная команда от подписчика. И мы идем с вами дальше. Супер. Ну что ж, друзья, следующая команда от подписчицы Лины Потомской. И именно она просила прокачать за Макмена, ну а сейчас ее отряд. Итак, вот Микки Фильм, Биба Пультик, Раф Космос, Микки Юн, Пиццы Лизы. Кстати, крутой отряд. Крутой отряд. Итак, давайте-ка я его попытаюсь найти. Итак, Микки с фильма. Есть. Эйприл, по-моему, нет, друзья, я ошибся. Биба из мультика. Раф Космический. Вот. Ну что ж, спасибо, Лина, что ты попросила героя подряд. Вы видите, пять героев идут подряд. Супер. Ну что ж, давайте-ка мы потестим этот отряд в битве. Ну, выглядит прикольно. Особенно, друзья, люблю Пиццы Лизова, хотя его редко заказывают. Один из моих любимых героев, он попал у меня. Только я начинал играть в эту игру, и я был просто им восхищен. Потому что его две массовые атаки это что-то. Ну, сейчас вы их увидите. Ну, а пока пытаемся запинать Эйприл вражеского лекаря. Для этого Микки из фильма ударом ноги пытается и выбить. Эйприл выживает. Что ж, ненадолго. Клеевая бомба. Биба по мультяшного побеждает противника. Вот. Но и враг не дремлет. Классический Микки прокачивает атаку. Вот. И что же дальше? Кого бы мне атаковать? Вот я смотрю, кто из врагов покрепче. Давайте-ка, наверное, все-таки я выбью Рафа. Вот. Попытаюсь выбить Рафа. Для этого мы его подстрелим из космического бластера. Рафа космического. И что же? Какой результат? Вот. Удалось оглушить, снять половину здоровья. В принципе, неплохо. Вот. Попытаюсь его добить. Вот. Из Микки он метает кусочек слизи. И опять же, Рокстаги выживает. Итак, надеюсь, сейчас придет время Пиццелитцева. Ага. Нет. Пока враги атакуют, Дони космически накрывает нас ядовитым облаком. В свою очередь, Пиццелитцы забрасывают врагов раскаленным сыром. Мощная атака. Удалось навешать кучу негативных эффектов. Кстати, атака Пиццелитцева получилась крутая. Вот. Враг контратакует. Ох, я в шоке. Смотрите, сколько удалось одним броском вот Лео классического снять и жизнь у нашего Рафа из космоса. Половину, по сути. Но благодаря Микеланджелу из фильма мы можем восстановить жизнь. Вот для этого он подбрасывает пиццу в воздух. Супер. Ну что ж, надо добивать врага. И Бибоб стреляет лазером из пояса. Отлично. Микки классический уничтожен. Дальше я использую черепашонка Чомпи. Вот. И детеныш космической черепахи огненной струей прожаривает вражеского Рафа из фильма и побеждает. Супер. Супер. Итак, да, друзья, по-моему, я ошибся. Это был Донни из фильма. Я сказал Раф из фильма. Тем не менее, Змитюн атакует, побеждает и это победа. Здорово. Ну что ж, хороший бой, хорошая битва и мы идем с вами дальше. Итак, друзья, следующая команда от подписчика с нечитабельным ником VLEKR. VLEKR попросил, чтобы им взял состав все Донателлы. Ну, все не получится, так как у нас всего 7 Донателл. Но я могу попробовать, друзья, взять Донни, те, которые идут подряд. Мне кажется, это будет неплохая идея. Давайте-ка возьму сразу же первый отряд. И, да, некоторые Донателлы уже сыграли. Давайте-ка я буду брать тех Донни, которые не сыграли. Итак, Донни из мультика. Вот еще оставшихся Донателл. Донни оригинальный. Донни ролевик. Вот кто у нас еще остался. Сейчас посмотрим. Итак, идем, идем, идем. Ну, если кто-то не останется из Донни, то я, конечно же, буду отживлять, воскрешать. Итак, Донни классический и Донни из фильма. Ну, вот такой вот ряд. Кто у нас еще, друзья, остался? Донни видения и еще какой-то Донни, друзья. Что-то сейчас сразу же не соображу. А, еще, нет, Донни из фильма есть. Итак, мультяшный, оригинальный ролевик, классический и из фильма. Ага, из космоса, друзья. Из космоса и еще видения. Вот, всего 7 Донателл, 7 команд черепашек. Ну, пока играем вот таким вот составом. Итак, прикольный отряд Донателл против сборной. Причем у врага есть лекарь Шреддер. Его мы будем пинать в первую очередь. И поэтому Донни оригинальной прыжке бьет своим бо. Мощнейшая атака и Шреддер выживает. Но здоровье его просело. Ну, а я не стану рисковать. Благодаря Донни ролевому мы прокачиваем дополнительную защиту. Плюс появляется броня. Вот, супер. Ну, что ж, пытался что-то сделать Шреддер мультяшный. У него ничего не получилось, а я его попытаюсь уничтожить при помощи телепортационной пушки Донни классического. Мощная атака и Шреддер уничтожен. Отлично. Вот, тем временем Донни из мультика. Вот, попытается выбить врага посильнее. Им является Микки Ролевик. Неплохая атака, но, как видите, Микки выживает. Что ж, удар электрическим боб побеждает противника. Супер. Тем временем, Лео из фильма вызывает... Ага, нет, друзья. Он прокачал атаку для своего отряда. А Раф оригинальный в прыжке бьет ногой. Итак, кому же достанется? Досталось Ролевику. Вот. Сбили ему точность. Еще Донни из фильма поджарил нашего Донни из фильма. Что ж, это было прикольно. Я попробую, друзья, использовать очищение. Особую технику Донни оригинального. Надеюсь, удастся снять негативные эффекты. Да, вот прошла эта способность. Ой-ой-ой. Ну что ж, неплохо. Половину здоровья удалось снять. Враг продолжает атаковать. Ну, а я пытаюсь его забросать сюрикенами и закончить на этом битву. Особая способность Донни мультяшного. Что ж, неплохо. Но опять же, враги выживают. И, в свою очередь, атакуют. Раф оригинальный собирает слова, как сюрикен и метает. Ранит несколько наших героев. Что ж, надо быстренько прокачать уклонение, пока никого из наших героев не добили. Для этого Донни из фильма использовал особую технику. Что ж, начинаем добивать врага понемножку. Вот, метает уголок, выбитый из экрана. Это способность Донни оригинального. Отлично. Вот, а бой заканчивает Донни ролевик. Сформировав огненные шары фаерболы, он массовой атакой прожигает и выжигает врагов. И это приносит нам победу. Просто супер. Идеальная победа, идеальный бой. И мы идем с вами дальше. Что ж, супер. Итак, друзья, следующая команда от подписчика с ником Алипро. Итак, Алипро просил, чтобы я передал привет. Итак, большущий привет всем нашим подписчикам и зрителям. И особый привет черепаши, подписчику Алипро. Итак, состав. Багстер Муха, Кейби Мыш, Редер Мультяшный, Лео Мультик, Микки Мультик. Кстати, некоторые герои уже сыграли, но я думаю, ничего страшного. Итак, да, продвигаемся все выше по турнирной лестнице. Не подобрал я вот команду для противника, но я думаю, ничего страшного. Итак, давайте-ка попробуем собрать в состав Багстер Муха. Кстати, он уже сегодня играл, но ничего страшного. Кейби Мыш. Два лекаря в одном отряде, это, конечно же, здорово. Но, в принципе, это два слабеньких героя. Но, в принципе, я думаю, Шреддер должен вытянуть. Итак, Лео Мультяшный и Микки Мультяшный. Вот, ну, благодаря Лео Микки мы точно вытянем этот бой. Ну, а вообще, друзья, вот Кейби Мыш и Багстер Муха, это два очень слабых героя, несмотря на прокачанные высокие уровни. Ну, сейчас вы это увидите. Итак, у нас даже три лекаря в отряде. Кейби Мыш может лечить, Багстер Муха может лечить, и Шреддер из мультика тоже может лечить. Да, и Лео может лечить, друзья, и Микки может лечить, друзья, я ошибся. У нас четыре лекаря, пять лекарей. То есть, все герои могут лечить. Но все же в начале боя, пусть Микки Ланджело из мультика Мух прокачает уклонение. Благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. А вот теперь пытаемся уничтожить вражеского лекаря. Для этого Багстер Муха просто пытается его заплевать. Кислотный плевок прожигает немножко силы. И Шреддер ударом сверху пытается победить. Мощная атака, и что же, и да. Да, классический Раф уничтожен, отлично. Тем временем Керби Мыш атакует сверху. Вот пытался уничтожить Крис Брэдфорда, как-то неудачно. Но я думаю, круговое движение удар катаной Лео нам поможет есть. Очередной враг побежен. Тем временем Сплинтер бьет по язвимым точкам. Донни классически стреляет из вертолета. Но благодаря уклонению удары проходят мимо. Итак, задел Терби Мыш, нейтрализатор. Но я могу восстановиться, перекусив пиццы. Это особая техника Микеланджело из мультика. Супер. Ну что ж, продолжаем битву. И Багстер Муха при помощи кислоты пытается уничтожить Сплинтера. Вот враг выживает, но оглушен. В свою очередь пытался контратаковать. Ну а наш Шреддер призывает нить. Сам идет в бой и пытается победить оставшихся врагов. Ну что ж, неплохо держат удары. Вот. А я использую вот Терби Мыш. И опять же массовая атака. Вот. Криком ультразвука он добивает Сплинтера. Вот. Остается только нейтрализатор и Донни классический. Кстати, давайте-ка я немножко усилию и подлечу наш отряд. Благодаря медитации Лео из мультика это неплохо у нас удается. Вот. Тем временем Донни классический активирует кофейную машину. Пытается подорвать наш отряд. Вот. Но я использую взрывчатку, дымовуху Микеланджело. Уничтожаю нейтрализатора. И возможно точку поставит Багстер Муха. Нет. Он все-таки решил перекусить и использовать лечебные зелья. Вот. Шреддер свою очередь тоже активирует свои суперспособности. Усиливая и подлечивая. Вот. Как и Терби Мыш. Поедая рыбку, он восстанавливает силы и здоровье нашего отряда. А точку ставит Лео из мультика, превратившись в стальной торнадо, ударами. Катан он ставит... Не поставил. Как? Что это было, друзья? Почему он выжил? Непонятно. Вот. Ну что ж. Одна надежда на Шреддера. Да. Это победа. Что ж. Бой получился прикольный, забавный, интересный. И мы идем с вами дальше. Итак. Друзья. Следующий состав от подписчика с ником Рафаэль Зарбеев. Он попросил состав Слэш, Кролики, Лео из фильма, Майки видения и Сплинтер. Ну что ж. Попробую я сейчас собрать этот состав и думаю, друзья, на сегодня это уже будет все. Вот не хочу затягивать ролик, чтобы не утомлять вас. Итак, давайте-ка возьмем вот самый первый отряд. Мне кажется, он прикольный. Итак, Сплинтер. Слэш Кролики, Лео из фильма, Майки видения. Вот Микеланджело видения. Слэш, по-моему, друзья, сегодня уже участвовал. Давайте-ка я поищу Лео из фильма. Вот вижу Рафа из фильма. Нам нужен Лео из фильма. Отлично. Нам нужен Майки... Вот и так, и так, кролики. Кролики, кролики. Кролики находятся в самом конце, насколько я помню. Да. Итак, осталось только найти Слэша. Итак, мне кажется, друзья, что Слэш сегодня уже играл. Я, конечно, не уверен. Да, вот он. Супер. Ну что ж, команда сформирована. Давайте-ка отправимся с вами в бой и посмотрим, что из этого получится. Итак, Би-Баб Кролик. Его и будем убивать в первую очередь. Очень классный и крутой лекарь. Вот. И кролики, трансформировавшись в огромное колесо, пытаются его уничтожить мощным ударом. И что же, и Би-Баб Кролик выживает. Ну, ничего страшного. Вот. Сразу уже усиливаем наш отряд, благодаря медитации сплинтера. Вот. И, надеюсь, удары серпов Микеланджело из видения все-таки добьют Би-Баба Кролика. Да, проходит удар. Это здорово. Кроме того, я прокачиваю дополнительную атаку. Особая техника Лео из фильма. Отлично. А Слэш пытается раздавить. Смотрю, как кто у нас посильнее. А посильнее у нас, друзья, Бакстер Стокман. Когда он выпускает Маусеру, либо ударную волну, очень много разрушений. Итак, с первого удара Слэша удается уничтожить противника. Вот дальше Би-Баб пластический контратакует. Ого, сколько снял жизни с Лео из фильма. Вот, в свою очередь, враги прокачивают дополнительную защиту. Раф из фильма атакует. Сплинтер снимает часть жизни. И приходит время кроликов. Они трансформируются в огромного робота. Трансформера кролика. Как-то так. Который наносит сокрушительный удар. И снимает, выбивает сразу же двоих врагов. Выбивает Би-Баб пластический. И то ненадолго. Ударом тайной катаны. Сплинтер ставит точку в этом сражении. Что ж, это было круто. Это было здорово. И что же относительно награды. А наша награда это... Это мутаген. Что ж, друзья. На этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях. Кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывах и комментариях. Ну и конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию. Нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик. Возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok